Одним из лучших поминаний, ученые сказали, одно из лучших видов зикра – это салават пророка, алейсалату ассалам. Аллах сделал одним из лучших деяний салават пророка, алейсалату ассалам. Только Аллах знает все величие пророка, всю его красоту. Знаете, пророк, алейсалату ассалам, самый знающий из людей. Чем все пророки, все человечество он больше знал. Аллах дал ему такие знания. Кто бы тебя не упомянул как пророка, посланника, то он обязательно упомянет меня как Господа. Мы закончили последний урок хадисом пророка, алейсалату ассалам, в котором он говорит салаллаху алейсалам «Хаяти хайру лакум» «Моя жизнь – благо для вас». «Тухдитуна ваяхдуту лакум» «Вы что-то совершаете, и относительно этого вам приходит заключение от Аллаха Субхану Ва Таалу». Правильно, неправильно, дозволено, недозволено. То есть истину мы познали только от пророка, через пророка, алейсалату ассалам, от Аллаха. И потом пророк говорит салаллаху алейсалам «Ва маути хайру лакум» «Моя смерть тоже для вас блага». Пророк говорит, «Моя смерть тоже для вас блага». И он говорит, мне показывают, после смерти будут показывать ваши деяния. «То, что будет тухраду алейя амалюкум, фамакана мин хасанин хамадту Аллаха, ва ма камена мин цейи, истарфату лакум». То есть, то, что и вижу с вашей стороны плохое, я прошу за вас прошение у Аллаха. Это после смерти. Я прошу у Аллаха прошение вам. И автор говорит, это регулярно, каждый день. Как это происходит? Этот хадис вызвал разногласия. Наши современные салафитские ученые, они говорят, это слабый хадис. Они ссылаются, он Албании сказал еще. Нет. Много имамов, такие как имам Суюты, потом имам Базар, имам, оба, отец и сын, два имама, Зайнуддин и Валиюддин Ирак. Они сказали, этот хадис, потом современный большой ученый, Абдулла Сиддик Умари, хадис тоже был, они все сказали, хадис Хасан, хороший хадис. Поэтому эти, значит, высказывания Албании и ему подобных, они отвергаются. Они по сравнению с этими учеными не имеют никакого веса. То есть, чтобы вы понимали, ученые говорят, как правило, если пророк умирал до своей умы, в этом было для них благо. Если они умирали, это для них было хуже. Обычно они умирали до пророка, когда их губили весь народ. Как народ Нуха, как народ Худа, Суалиха и так далее. Поэтому смерть пророка для нас благо. То есть, при жизни было благо, и после смерти благо. Почему? Потому что он за нас и благодарит за хорошее, когда мы порой забываем, и просит нам прошения. Вот это должны знать, что от пророка, алейсаляту асалям, польза и при жизни, и после смерти. Потому что пророки после смерти, у них тоже какая-то особенная жизнь, которую Аллах знает, они там молятся, они... У них своя жизнь. И вот он, хадисы, которые передают муслиму, то, что я сказал. Пророк говорит, Достоверный хадис. Если Аллах желает для какой-то общины своей милости, то он пророка забирает до них и делает его фарад. Фарад – это пионер, если дословно перевести. То есть, когда караван, бывают пути, они в конце, значит, дня, когда уже хотят остановиться на ночлег, отправляют вперед людей, которые там готовят, достают воду из колодца, там дрова собирают, место готовят. Это за фарад. То есть, тот, который пошел раньше подготовить место. Пророк, алейсаляту асалям, ушел, чтобы подготовить нам встречу завтра, иншаллах, у его источника. И он нас, иншаллах, там напоит. И после этого, значит, никогда уже человек жажды испытывать не будет. Теперь имам Самар-Канди говорит относительно аята Священного Корана. «Ва ма ассална ка илля рахматан лил аламин» «Мы отправили тебя милостью ко всемирам». Он говорит и к людям, и к джинам. И джинам, пророк, милость. И для людей милость. Есть еще мнение, что для всех творений, и для верующих он милость тем, что наставил их на истинный путь. И даже для лицемеров он тоже милость был, потому что они вместе с тем, что они были в куфре, не верили, пророк их знал, но им была дана безопасность, как бы на этом свете их не наказали. И также он является милостью для кафиров своей умы. Почему? Потому что у всех посланников, которые были до него, их за куфр Аллах, Субханава Тааля, губил. Допустим, народ Нуха утопил, народ Худа уничтожил, Салиха. Народ Мусы, который поклонился Тельцу, велел, чтобы их всех уничтожили. И свои же соплеменники Бару Исраиле их всех истребили. Умма Мухаммада, саллиллаху алейкумсалам, кафир этой умы, им тоже во милости, она отсрочка. В эту жизнь они проживут. На этом свете они не будут погублены за куфр. Только если они начинали войны. Ибн Аббас, роди Аллаху анху, тоже самое говорит. Он является милостью для верующих и кафирам, потому что они были избавлены от того, чем были поражены те, которые отрицали пророчество своих пророков. Также передается от пророка, алейсалату ассалам, что он сказал Джибрилю, алейсалам, о Джибриле, вот когда сказано, что Аллах говорит, я его отправил милостью, пророк его спросил, досталась ли тебе милость от моего послания? Джибрил, глава всех ангелов, управляющих всеми ангелами, пророк его спросил, тебе от моего послания какая-то милость досталась? Джибрил сказал, да. Я боялся, что конец у меня плохой будет. И я почувствовал безопасность, когда услышал похвалу Аллаха в мой адрес. В Коране Аллах говорит, Восхваляя Джибриле, Аллах говорит, Джибрил обладатель силы, и перед владыкой трона он является, занимающим высокое положение, и тот, кому подчиняются ангелы, и он, и после этого он еще и очень верный, надежный. Вот это восхваление в адрес Джибриле, Джибрил говорит, это мне дало, это дало вот это, то, что мне Аллах похвалил в Коране, который был неспослан к пророку Мухаммаду, саллиллаху алейху ассалям, дало мне чувство безопасности. Поэтому, твоя милость, говорит, мне тоже досталась. Джафар Садик, ради Аллаху анху, говорит, относительно слов Всевышнего Аллаха, саламун лака, мин асхаби льямин, мир тебе, за то, что ты из тех, кто по правую сторону, то есть из тех, кто покорился Аллаху. Джафар истолковал этот аят, он вместо саламун лака, он бика истолковал, трактовал слово лака бика, то есть мир посредством тебя, то есть благополучие этих асхабу льямин, те, кто будут по правую сторону, покорные, особо приближенные рабы, им это досталось благодаря тебе, о Мухаммад. Аллах, субхану ва тааля, так же, вот это все идет по хвала пророка, и вот здесь мы видим аяты, мы только приводим аяты, некоторые хадисы. В Коране Аллах, субхану ва тааля, говорит, «Аллаху нору самауат ва тааля, мазалу нори хи ка мишкатин фи ха мисбах, мисбаху фи зжача, а зжача каанна као 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 дури, югкаду мин шажарати мубаракатин, зайтунатин ла шаркиятин, ва ла гармия, я ка ду зэйту а юдыу, ва лау лам тамсасу наар, нору на ла нор, яхни ллаху нли нури ман яша, ва я дрибу Аллаху ла амсала лин нас, ва ллаху бикулли шейн алим». Этот аят Исуату Нуру, в нем Аллах говорит, «Аллах нуру самоват и ва лау». Аллах нуру самоват истолковали ученые, освещающие небеса и земли. Одни сказали, он как бы свет небес и земли. Другие сказали, тут имеется освещающие посредством солнца и луны. Матальу нури и пример его света, это пример ниши, в стене бывает ниша, раньше в старину бывала такая ниша, куда там лампадку ставили, и оттуда шел свет в комнату. И пример, это его света, как ниша, в которой находится светильник. Светильник этот, значит, в стеклянном колпаке, это стекле. Это стекло подобно, говорит, жемчужной звезде, яркая звезда, которая, светильник которой зажигается от благословенного дерева, зайтуна, зайтуна это оливковое дерево, да, дерево и не восточное, и не западное, то есть истолковали оливки, которые растут на востоке, они менее качественные, чем которые растут в центральной зоне, где круглый день они попадают под свет. Или оливки, которые на западе, там они тоже полного дня не получают освещение. Самые лучшие оливки, те, которые круглый день бывают под солнцем. И вот такой пример приводит Аллах. То есть дерево, которое дает самые лучшие плоды. И потом Аллах говорит, и это масло этого дерева готово светить, даже если его не коснется огонь. То есть настолько яркое, блестящее масло. Нуру на ля нур. И потом Аллах говорит, свет над светом. Аллах нас ведет по верному пути своим светом, кого пожелает, и приводит Аллах примеры для людей, и Аллах о всем знаешь. Кааб, Кааб-уль-Ахбар, это Таби'и, который был сначала иудеем, ученым, большим ученым иудеем, потом принял ислам. И во времена сахаба, Умар с ним советовался, у него спрашивал, что было у Аглю-Китаб. Большой ученый был иудаизм и в исламе. С подвижником не был, он уже после смерти пророка приехал. Также Саид Ну-Джубейр и имам Духак, они все говорят, вот в этом аяте, Аллаху нуру самоват и вал-аут, Аллах, освещающий небеса и земли, Ма-салю нуру, пример его света. Сказали, вот под светом, тут подразумевается пророк Мухаммад, салли Аллаху алейкум, пример его света, пример Мухаммада, пример светильника. Он ведет людей по верному пути, как вот это, при ярком свете человеку легко держать прямой путь. Посредством Мухаммада, салли Аллаху алейкум, вот так же люди шли по верному пути. и так же они говорят, ма-салю нуру, нуру Мухаммад. Салль, ту старик, ради Аллаху алейкум, говорит, что смысл этого Аллаха, Аллах ведет обитателей небес и земли по верному пути. И потом, что пример Мухаммада, это пример того, когда он вложен был в хребты своих предков, его пример был как пример светильника, то есть, ну, нищий, в котором есть светильник. И, то есть, вот этот светильник, это, говорит, его сердце. Его, вот это стекло, которое, значит, находится над огнем, это, говорит, его грудь. Такой тофсид его делает. То есть, его пример, его сердце, пример, яркой звезды, из-за того, что в его сердце было столько имана и мудрости. И, что, он истолковал имам, тут старе, он говорит, светильник, который разжигается от благословенного дерева, то есть, масла дерева. Он имеет, говорит, здесь под маслом дерева имеется в виду свет Ибрагима, алейхи салам, потому что Мухаммад потомок Ибрагима. И, готово пророчество Мухаммад, как бы, становится очевидным, ясным, даже без слов. то есть, его пророчество можно было даже без разговора, как пример, если светильник не поджечь, оно не светит, но, если такое яркое, хорошее масло, оно чуть-чуть от свет дает, говорит, также имам Мухаммада, сердце Мухаммада, даже если, говорит, он не говорил, многим было достаточно этого, чтобы понять, что это пророк. Многие есть истории, многих людей, которые при жизни пророка, они, увидев его, говорили, это лицо праведного, честного человека, это не лжец, его только вида, вида было достаточно многим, чтобы понять, что это человек праведный, пророком. Также еще в Уране Аллах, Субханава Ва Тааля, назвал пророка в другом месте тоже Нуран, и назвал его Сираджем Мунира, то есть освещающим светильником. То есть это со стороны Аллаха, Субханава Ва Тааля, восхваления. Как Аллах восхваляет, когда мы говорим, о, наш, это, наш свет, там, такие восхваления бывают, да, Аллах, Субханава Ва Тааля, делает такую похвалу пророку, Алейх, Салату Ва Салам. В Уране Аллах, Субханава Ва Тааля, говорит, Аджааку миналлахи нурун ва китабу мубин. Поистине, к вам пришло от Аллаха Нур, свет, и явная книга. Истолковали ученые вот этот аят, Исуа Тумайда, что под Нуром подразумевается Мухаммад, саллиллаху Ва Тааля, говорит, освещающий путь светильника. Это на самом деле просто тот, кто не знает Балагат уль-Араб, он может, ну, что-то такое. В устах арабов это высочайшая похвала. Это от Всевышнего идет. Это не сахаба, это Аллах Субхану Ва Тааля называет его Сираджу Мунир, освещающий светильник. В Коране Аллах Субхану Ва Тааля также говорит, разве я тебе не смягчил, не раскрыл твое сердце? То есть пророчеством, знаниями, и разве я с тебя не сложил, не снял с тебя трудности? Разве я тебе не облегчил? Аль-Лязи Ан-Кадазахрак Которые трудности, которые оттягашали твою спину. Тут по-разному истолковали эти трудности, они говорят, то, что он видел в Джахилия, куфу, пороки, зло и так далее. Многие сказали облегчение, то есть тем, что облегчили ношу пророчества. Аллах облегчил. Пророчество это очень-очень тяжкая ношка. Но пророку Аллах облегчил. И потом Аллах говорит я возвеличил твое поминание. Я прославил тебя у Мухаммада. И потом говорит поистине с этой трудностью облегчение. Поистине с этой трудностью облегчение. В арабском языке значит руса упомянута с артикль Аль. Это говорит, что это оба трудности имеют, то есть одно и то же повторяется. А юса упомянута без Аль. Это уже два разных облегчения. Поэтому пророк относительно этого аята сказал, разве может одна трудность одолеть два облегчения. Нет, два облегчения обязательно. После трудности бывает облегчение. После этого еще облегчение. То есть Аллах облегчает. Потом говорит, когда ты освобождаешься от одного деяния, то есть утруждай себя, то есть занимайся новым деянием. Не надо праздновать образ жизни. То есть если ты занимаешься одни столкновения мирскими трудами, завершил, занимайся делами для охирата. Если ты занимался для охирата, закончил, давай тебе для мирского, но не бездельничай, усердствуй. И устремляйся к своему Господу. Вот этот аят тоже ученые сказали, когда Аллах говорит расширил твое сердце, раскрыл твое сердце, чем открыл? Раскрыл его исламом. То есть его сердце, которое было как бы в печали, в горести от того, что он видел до ислама. Представляете, до ислама Мекка. Да, сейчас наша святыня, там 360 с лишним идолов. перед этими идолами камни, на которых приносили в жертву каких-то животных. Поклоняются этим идолам. Тут же в Мекке Ауаф делают оголенными, голыми, мужчины, женщины, женщины обычно ночью делали. Тут же в этой Мекке кругом бордели, вывешивали флаг, бордели, пьянство, жили набегами, грабежами, обман, расставшичество. Человек брал под проценты, если не мог возращать, или его детей продавали в рабство. Сильные притесняют слабых. И пророк Алейсуалату Лучшее творение Аллаха, которое изначально был создан чистым, праведным, он это очень тяжело переживал. Ему была большая тягость для него видеть вот это зло. И поэтому, когда пришло пророчество, этим Аллах раскрыл его сердце, расширил ему, стало легче. Понимаете? Вот что имеется в виду. И вот Ибн Аббас говорит, Ислам имеется в виду, расширил сердце его Исламом. Имам Саальту старик говорит, светом посланничества. Имам Хасан говорит, заполнил твое сердце мудростью и знаниями. Другой смысл, другие сказали, я очистил твое сердце, чтобы тебя не доставали какие-то сомнения. У вас сомнения, это наказание для человека. Живет человек, постоянно сомнений не может определиться. У пророка этого не было, салли Аллаху алейху 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 и то, что освободили тебя от этих трус, сложили с тебя эту трудность. Теперь в этом аяте Аллах говорит, я возвысил твое поминание посредством пророчества. В хадисе сказано, пророк говорит, салли Аллаху алейху 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 говорит, инна рабби ва рабба кая кулю мой господь и твой господь говорит, знаешь ли ты, как я возвысил твое поминание? Пророк говорит, я сказал Аллаху алейху 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 и посланник лучше знают, как это. И потом он говорит, Аллах сказал, когда меня поминают, тебя тоже будут поминать, вместе со мной будешь всегда поминаться. мы видим имам Ат-Ай истолковал этот хаддин, что когда сделал, говорит, полноту имана с поминанием, с твоим поминанием вместе с твоим поминанием. Человек, чтобы мусульманином стал, он должен читать достаточно ли ащаду Аллах илах 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 видите, прославил. И также азан, как мы на прошлом уроке сказали, как Аллах прославил его, круглые сутки на планете Земля, мы знаем часовые пояса, все время читается азан. Все время. С минаретов по всему миру пять раз сутки воздается ащаду Аллах илах илах ащаду Анна Мухаммада и Расуль Аллах. Кто так прославлен на этой Земле? Кто-нибудь был до него? Нет? Это продолжается уже 1450 лет. По всей Земле круглые сутки читают. Это азан. В каждом намазе мы должны говорить ащаду ала ила 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 Каждом намазе мы должны говорить ассаламу намазе мы обязательно должны Аллах ила 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 Видите как Аллах не считая всех остальных сделал Аллах одним из лучших поминаний ученые сказали одно из лучших видов зикра это салават пророка Аллах сделал одним из лучших деяний салават пророка алейсалату ассалам Видите как Аллах прославил этого человека это же не просто так Аллах как мы говорили на прошлом уроке только Аллах знает все величие пророка алейсалату всю его красоту только Аллах знает мы можем только так догадывать имам Адрия говорит относительно этого всего что в этих аятах Аллах субхан ау 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 для нас подтверждает что он сделал что этому пророку алейсалату ассалам он дал столько милостей которых никому другого не дал и что он его указывает на его достоинство на его честь насколько он вознесен Аллахом субханаваталя тем что Аллах ему открыл воскрошилил сердце дал спокойствие в это сердце через иман и Аллах дал ему в сердце такие способности к принятию знаний что он был самый знающий из людей знаете пророк самый знающий из людей чем все пророки все человечество он больше знал Аллах дал ему такие знания Аллах дал ему мудрости которую не дал никому другому и Аллах избавил его от трудностей которые он переживал джахилии и Аллах дал ему в сердце неприязнь ко всему нечести злу которое было в джахилии с самого детства он ненавидел идолов еще маленький его это никто не учил Аллах дал его сердце ненависть к идолам ненависть к грехам к злу мы сейчас верующие люди у многих до сих пор тяга страсть к плохому еще до пророчества пророка ко всему это было неприязнь это милость Аллаха субханаху ва тара и Аллах как бы снял с него все трудности ответственность за то есть трудности пророчество это пророчество ведь его пророчество отличалось от пророчества предыдущих пророков тем что он саллиллаху алейху ассалям был послан ко всему человечеству а начало как мы сказали на прошлом логике он был послан к самым диким самым отсталым отсталым людям которыми были арабы никакого образования нет даже единой нации сброд племен варвары дикари читать писать не умеют понятия единобожие у них нет 360 с лишним идолам каждый себе что найдет один камень другой из дерева выточить что-то и вот этому они поклонялись представляете почему пророку было тяжело эти арабы они вообще дикие они поэтому когда пророк саллиллаху алейху ассалям он же первые буквально 10-13 лет основной призыв был просто чтобы они уверовали ла и ла и ла просто скажите ла и ла и ла не мог не мог этого добиться когда курейши пришли к Абуджахлю и говорят останови племянника иначе мы будем с вами воевать пророк Абудали позвал его племянник сынок говорит вот твой народ пришел требует он говорит пусть скажет одно слово я оставлю их в покое Абуджахлю говорит я тебе 10 слов скажу что хочешь ты он говорит скажите ла и ла и ла нет они то понимают смысл ла и ла и ла что нет божества достойного поклонения кроме Аллаха а для них это дико как у них 360 с лишним идолов которых всех они называют алиха и ла и лат и ла и руза и гумбаль и столько алиха у них божеств и как это он хочет они же у них основное возмущение было он хочет из наших стольких али одного и ла как понимаете как тяжело было ему ведь намаз пришел только на конце 10 на 11 год 10 лет не было ни намаза ни поста ничего только ла и ла и ла только убеждение ла и ла и ла понимаете поэтому дорогие братья мы которые рождены в исламе мы не понимаем всей ценности ла и ла и ла и ла мы привыкли ла и ла и ла и ла мы от рождения это начали это наш пример пример тех аборигенов которые не знали ценность золота да когда европейцы пришли в Америку у них это золото кругом валяется они не знали ее ценность оно у них под ногами везде и упоминается первые якутские когда алмазы самородок я читал в одном месте один охотник нашел его вот такой кусок и принес домой сыну бросил играет сын играет потом один купец который скупал пушнину приехал к нему и покупает пушнину увидел этот камень он что-то им понравился продай за мелочи какие-то за копейки за что-то какое-то за побрякушки продал забирай тот тоже не знал что это такое что это алмаз потом когда подозрил пошел к ювелиру стоимость хочу знать сколько заплатишь он говорит это в моем магазине хватит чтобы купить камень понимаете наш пример пример у таких аборигенов туземцев которые не знают ценности ла иляхи иляллах пророки и сахаба знали почему потому что они за эти слова ла иляхи иляллах они отдавали жизнь они годы отдали чтобы донести до людей и убедить людей ла иляхи иляллах понимаете ла иляхи иляллах это очень много кто скажет ла иляхи иляллах он войдет в рай говорит пророк поэтому пророк саллиллах Аллах ему облегчил это все ему тяжело было но Аллах ему помогал во всех этих делах да теперь также ученые говорят что еще один вот этому хадису также заслуживает внимания слова Джафара Джафар садик он говорит что Аллах в этом хадисе где Аллах говорит когда меня будут поминать тебя тоже будут поминать Джафар истолковал его так что кто бы тебя не упомянул как пророка посланника то он обязательно упомянет меня как господа это означает что я возвеличил твое поминание другие сказали что имеется ввиду под этим что это имеется ввиду под этим его заступничество мы знаем что в судный день когда все воскреснут когда маленькие дети посидеют беремен у беременных случится выкидыш страх страшный страх которого никто представить не может представляете пророк говорит все будут ногишом голыми и Айша говорит я сказал а как Айша страх будет такой что никто никого видеть не будет от страха этого дня и что сделают самые знающие благоразумные они кинутся искать заступничество кинутся к Адаму он говорит не не я мне не до этого гнуху Ибрагиму Муса Иса ко всем они не откажутся я за себя только никакое заступничество и пророк Мухаммад саллиллаху алейху саллиллаху для этого создал я тот кто будет заступаться за вас и будет заступаться за нашу ум и за всех остальных что это возвеличивание потому что все кинутся не только ум Мухаммада и другие общины будут получать его шафа его заступничество в судный день также из упоминания пророка с Аллахом тем что Аллах его возвеличил то что пришло в Куране упоминание Аллаха и пророка вместе Аллах Субханава говорит подчиняйтесь Аллаху и посланнику идут вместе Аллах и посланник в другом аяте Аллах говорит уверуйте в Аллаха и в его посланник опять вместе идут тут Аллах Субханава используя букву Вау Вау это как союз И Аллах и Мухаммад сказали что это как бы одна из форм того чтобы мы поняли как Аллах возвеличил пророка если он с собой вместе упомянул Аллаху и Мухаммаду Аллаху и посланнику и ученые сказали это вот такой союз и использовать Аллаха и пророка только пророку Мухаммаду другим нельзя это было только для него пророк саллиллаху по своей скромности отказывался использовать вот такую форму он однажды как это передает Абудауд и также Насаи передали этот хадис что пророк сказал не говорит ни в коем случае пусть не говорит никто из вас то что пожелал Аллах и пожелал фулан не так не говорите говорите Маша Аллах сумма ша фулан в Коране Аллах использовал Аллах и Мухаммад а в отношении других нельзя это то что пожелал Аллах и фулан нельзя то что пожелал Аллах потом сумма потом пожелал фулан так можно также он саллиллаху алейху ассалям имам хатаби относительно этого хадиса говорит что пророк алейху ассалям как бы учит сподвижников этики отношения с Аллахом субхану ва таля что желание Аллаха то что пожелал Аллах обязательно надо упоминать прежде и ни в коем случае не вместе с желанием кого-то потом сумма дает смысл последовательность но не дает смысл соучастия пожелал Аллах потом пожелал кто-то хотя в Коране имя пророка пришло с союзом и другим это использовать нельзя и пророк по своей скромности он научил так же этики отношения с Аллахом когда он однажды услышал что один из подвижников делает наставление хутбу и сказал тот кто подчинится Аллаху его посланнику то он будет на прямом на верном пути а тот кто ослушается их двоих и пророк саллиллаху алейху ассалям говорит какой плохой хатиб ты из твоего народа вставай прекращай ты плохой ты наставник и другой весь уходи говорит ученые сказали это из-за того что он как бы уравнивает тут Аллаха с посланников этого нельзя другие сказали что когда он ослушает их двоих так нельзя Аллах Аллах с кем-то два два говорит Аллах един чтобы не было как у насара которые сказали три един и так далее что такого не было Аллах и потом можно упоминать пророка но вместе их значит частицей хума нельзя теперь относительно слов Аллаха субхану ва-та'аля поистине Аллах и его ангелы читают салават пророку ученые сказали что юсалюна относится только к ангелам некоторые сказали можно и к Аллаху относить но некоторые сказали нет тут надо говорить иналлаха и подразумевая юсалли и потом ва-маля-икатагу маля-икатагу юсалюн чтобы Аллаха и пророк и ангелов с этим глаголом объединять нельзя что надо тут уже как бы подразумевать что Аллах юсалли потом маля-икатагу тоже юсалюн то есть опять все к этому что вопрос относительно того можно ли кого-либо вместе с Аллахом союзом или каким-то глаголом объединять в Уране Аллах пророка к себе как бы присоединил но нам этого уже от себя по соответствии с этим ученые не рекомендуют делать также из достоинства пророка алейхи салату ассалам как мы говорили на прошлом уроке хадис который передает Умар роди Аллаху Анху Умар говорит что он пророку говорит из твоих достоинств перед Аллахом то что он Аллах сделал подчинение тебе подчинением ему Аллах говорит тот кто подчинился посланнику этим он подчинился Аллаху все подчинение пророку это подчинение Аллаху то есть сахаба сегодня вот эти вещи нам надо тщательно изучать почему потому что сегодня многие не понимают всего величия пророка как Аллах возвеличил пророка поэтому порой слышишь со стороны некоторых людей какое-то незаслуженное принижение он не и тогда Аллах ниспослал аят в котором говорит скажи о Мухаммад если вы правдивы в вашем заявлении, вы любите Аллаха, тогда за мной следуйте. То есть, если вы действительно любите Аллаха, следуйте за мной. За пророком, алей салатусом. И что тогда? Тогда Аллах вас тоже полюбит. И вам простит ваши грехи. В Аллаху афуру рахим. В другом аяте Аллах говорит. Подчиняйтесь Аллаху и посланнику. Но если отвернетесь, не будете подчиняться Аллаху или посланнику. Неподчинение ему и таков. Аллах не любит кафиров. Есть еще один хадис, который передает Имам Суют и Ибр Мунзе тоже, что однажды, когда пришел аят, вот этот аят, в котором Аллах сказал, если вы любите Аллаха, то почему не следуйте за мной? Некоторые тогда сказали, поистине, Мухаммад хочет, чтобы мы его взяли в себе как ханан. Ханан – это как источник барраката. некоторые из людей говорят, Мухаммад как будто хочет величие, чтобы мы его сделали источником барраката. Как насара христиане взяли себе Ису. И тогда Аллах, Субханава Тааля, не спасла. Уль-Ати'у Аллаху подчинитесь Аллаху и посланнику. И как бы Аллах этим дает им ответ. Подчинение, то есть связал подчинение Аллаху с подчинением пророка. Вопреки их вот этому недовольству, нежеланию. Теперь в суту Фатиха доходим. Ихди нас сурат аль-Мустакхим сурат аль-Лазина ан'амта алейхим наставь нас на прямой путь, путь тех, кому ты оказал милость. В этом аяте тоже есть разногласия. Имам Абу Алия, Абу Алия это один из лучших толкователей Корана из Таби'инов. Абу Алия Руфей Ибну Мехран Алия Абаяхи. Он говорит, он и также Хасан Аль-Басри, два больших имама из Таби'инов, говорят, что сурат мустакхим хуа Мухаммад, что под этим подразумевается Мухаммад. Прямой путь это Мухаммад. Наставь нас на следование Мухаммаду. И сурат аль-Лазина ан-Амта Алихим. Путь тех, кому ты оказал милость. И Абу Алия говорит, имам Самар Канди передает, что это тоже имеется в виду Мухаммад. Когда это дошло до Хасана, Хасан ради Аллах Ан-Аллаху от слова Абу Али Садак Аллахи Он правду говорит. Действительно, те, кому оказал милость Мухаммад, кому больше Мухаммада, Субхану Алия оказалось. То есть, О, Аллах, настал нас на путь Мухаммада. И также есть еще несколько значит, еще одно от Абдурахмана Бнузейда такой же вариант. Аят Священного Кур'ана В Кур'ане Аллах говорит. Тот, кто отречется от всего кроме Аллаха, от веры во все кроме Аллаха и уверует Аллаха, этим он ухватился за самую крепкую связь. Лан Фи Са Мал Которая не рвется в Аллаху Са Мал Сулами говорит от некоторых из салафов, что под этим подразумевается, то есть, самая крепкая связь это Мухаммад. Некоторые сказали Ислам, другие сказали Шахад Но есть мнение, что это Мухаммад. Самая крепкая связь это Мухаммад. Салли Аллаху Алей Ва Салли Также относительно аята Священного Кур'ана Если вы даже будете считать милости Аллаха, вы их не сошитаете. Относительно этого имам Салли то старик говорит милость Аллах здесь подразумевается Мухаммад. Все его если мы будем все его благо все величие будем как бы мы не считали мы не сошитаем. Все благо которое от него исходит для умы. Аллах Субхан Алей говорит Тот кто пришел с истиной и тот кто поверил в эту истину они являются по-настоящему богобоязнены. им уготовано то что они пожелают у Господа это воздаяние творивших добро. Большинство ученые сказали что тот кто пришел с истины это Мухаммад. Некоторые сказали что и тот кто поверил что это тоже Мухаммад. В этом аяте под этим подразумевается Мухаммад. Другие сказали что те кто уверовал в это что это имеется ввиду верующие. Некоторые сказали Абубака некоторые Али и так далее и там подобное. И последнее Есть аят священного Курана. О люди поминанием Аллаха успокаиваются сердца. Самое лучшее средство для успокоения наших сердец это зик. Что подразумевается под зик Миллах? Имам Муджахид говорит под зик Рулла подразумевается Мухаммад. Он говорит то как это понять зик Руллах? То есть тот кто указывает на Аллаха указывает на милость Аллаха на единственность Аллаха вот упоминание его то есть посредством него то есть этим им был Мухаммад получает покой сердца людей. На этом на сегодня мы закончили просим Аллаха Субхана Ху Та'аля дорогие братья еще раз повторяю нам знание о пророке любви к пророку вот эти наши уроки они имеют как познавательную ценность также они имеют ценность исцеления сердец познание пророка любовь к пророку а без познания любви это самое лучшее средство исцеления наших больных сердец причина наших нашего пренебрежения к религии к Курану это болезнь наших сердец почему у нас нет такого рвения такой любви сердца больной одно из лучших средств исцеления это любовь к пророку алиссалату следование сунны пророка алиссалату поминания пророка алиссалату поэтому ценность наших уроков не только чисто информация нет еще мы переживаем в этом аджлисе как бы нашу связь с пророком алиссалату заново обновляем связь с ним и ценность этих уроков выше чем просто ценность урока фа-фиква алхамду лиллахи раббин алимин